Привет! Это Камчатка с Александром Петровым и сегодня будет все как мы любим. От красивых видов столицы Камчатского края до медведей в Петропавловске. Итак, садитесь поудобнее и начинайте смотреть. Начнем мы с самого интересного. С медведей в Петропавловске. Передо мною документ, передо мною обязательное постановление Президиума Петропавловского городского совета. Это постановление было принято 7 июня. И называется это постановление о воспрещении водить по улицам города медведей. Я опускаю вводную часть и цитирую два основных пункта этого самого постановления. Пункт 1. Воспретить водить по улицам города Петропавловска медведей. Пункт 2. Разрешить содержание медведей на цепи только в специальных будках или сараях внутри двора. Вот такое замечательное постановление 7 июня принял Петропавловский горсовет. Что вы спрашиваете? В каком году? А разве я не назвал год? Да. Старость не радость. Я просто-напросто позабыл сказать, что это постановление было принято Президиумом городского совета рабочих крестьянских депутатов 7 июня 1935 года. Наконец-то вы узнали правду. Ну, а теперь полюбуемся красивым Петропавловским. Я уже хвастался, что вот в эти вот мои руки случайно угодил летающий фотоаппарат. И сейчас я тренируюсь, время от времени выезжаю из своей деревни в город и снимаю его с высоты птичьего полета. И свои опыты, свои первые, вторые, третьи, четвертые опыты я вам сейчас и покажу. Пока что я опасаюсь летать низко, поднимаюсь довольно высоко. Ну, давайте посмотрим. А за кадром я почитаю стихи о Петропавловске. Итак, Петропавловск с высоты птичьего полета. Смотрите. Стихотворение, которое вы сейчас услышите, было опубликовано в «Камчатской правде» 1 мая 1944 года. Василий Акшинской. На Камчатке. У моря узкой полосой туманы, взлетают чайки, падают, парят, а вдалеке могучие вулканы, как сахарные головы, стоят. На берег выйди тундры, перелески, увалы, горы, домик лесника, ключей и речек пенистые всплески, в кудрявых зарослях ольхи и тольника. На привязях собачьи табор жалкой и юкольника остов у реки. Медвежья шкура сохнет на распялке, согнувшись тянут небо дрыбаки. Вот этих мест обычные картины. Куда ни посмотри одно и то же, и, кажется, волненью нет причины. Но глаз не оторвешь и сердце не уймешь. Есть что-то большее богатств несметных, пушных зверей, кишащих в водах рыб. Такое, что и взгляду неприметно, с чем никогда расстаться не могли бы. И как-то неожиданно и сильно войдет в сознание, в существо твое простое и великое. Россия, заветная окраина ее. Сюда веками русские стремились, шел на восток Ермак. Держнев с ватагой плыл. Ценой огромных жертв отцы добились, чтобы этот край на веки нашим был. Когда-нибудь здесь памятник поставят Атласову. Казак, Буян и Мот он шел тайгой неразличной славы. Все дальше день за днем, за годом год. И первыми глаза его видали соболи мех с налетом серебра. Нельзя забыть. Вот к этим дальним далям прикован был Орлиной взор Петра. Отсюда берингом в штормищах адских в просторы океана путь открыт. На острове у берегов Камчатских отважный мореплаватель зарыт. Здесь, в Петропавловске, гремели пушки. Побит противник нас в сто крат сильней. Певец России, незабвенный Пушкин, Камчатку знал. Хотел писать о ней. Вот почему холодный ветер резко и мне треплет волос много лет подряд. Увалы, эти тундры, перелески большую повесть сердцу говорят. За них сражаться будем в жарких схватках. За каждый мыс, за камешек любой. На западе из-за тебя, Камчатка, идет сейчас кровавый смертный бой. Мы трудимся, усталости не зная. У юрт кочевников начал завод дымить. В любом конце страна моя родная Должна всегда несокрушимой быть. Напомню, это стихотворение Василия Акшинского Было опубликовано на страницах Камчатской правды 1 мая 1944 года. Сегодня у вас был день новых знаний. Вы узнали о правилах содержания медведей в Петропавловске-Камчатском. Вы полюбовались улицами столицы нашего полуострова с высоты. Ну что ж, этого вам сегодня достаточно. Если вам понравилось, ставьте лайки. Ежели не понравилось, ставьте дизлайки. И, пожалуйста, пишите под роликом ваши комментарии. Потому как мне интересно, что вы думаете при просмотре моего скромного видеодневничка. Ежели же вы оказались на моем канале первый раз И хотите в дальнейшем видеть мои ролики То сейчас в правом нижнем углу кадра появится подсказка И коль скоро вы выполните то, что она вам рекомендует Вы будете получать извещение о новых роликах на канале Вот эта подсказка. Делайте то, что она вам советует Сделали? Кнопочка подписаться превратилась из красной в светло-серую И в ней возникли волшебные славы, подписаны Колокольчик вы тоже нажали Молодцы! Лайк ставлю вам До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok